21 октября в день Гербаев флага Тверской области губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, внесшим вклад в развитие страны и Верхневолжья. Традиционно это представители самых разных профессий, многодетные родители, а также школьники, которые впервые получают свой самый главный документ в жизни. Как известно, сейчас Россия проводит специальную военную операцию против украинских нацистов. Поэтому вполне логично, что участниками церемонии стали военнослужащие, отличившиеся в боях. Среди них сотрудники ОМОН и СОБР, а также кавалер двух родинов мужества подполковник Виктор Визулайнен. Подполковник Виктор Николаевич Визулайнен, это, кстати, один из первых военных, который у нас научился сбивать в Хаммерсе. Полковник полиции Дмитрий Александрович Лукин, майор полиции Дмитрий Александрович Решетов. Уважаемые товарищи, я хочу поблагодарить вас за решительность, мужество в защите нашей Родины. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен председатель регионального отделения Союза десантников, полковник запаса Андрей Савелев. Под его руководством ведется не только большая патриотическая работа, но и оказывается помощь тем, кто задействован в специальной военной операции. Прежде всего, это, конечно, для тех подразделений, которые воюют от нас, от Твери, от Тверской области. Но в том числе мы уже вышли сейчас на новый уровень и уже начинаем помогать просто боевым подразделениям не только соединению воздушно-десантных войск, но и вообще всех тех, кто в чем-то нуждается. Медалью за отвагу при пожаре отмечены сотрудники противопожарной службы региона Максим Красавцев и Александр Титов, на счету которых не одна спасенная жизнь. А медалью Луки Крымского награждена директор Тверского геронтологического центра Анна Быкова, посвятившая медицине более 20 лет. Эта награда особенно ценна, потому что в период эпидемии мы работали, в том числе я как врач, волонтер, работала в одном из учреждений Тверской области, где полыхал ковид был. Было очень тяжело персоналу, конечно, объяснить, чтобы на две недели люди остались и жили с проживающими. Ну, в общем, все получилось. Вспышки ковида вообще не было. Благодарностями президента России отмечены старший воспитатель детского сада комбинированного вида из Удомли Марина Борисова, а также коллектив Тверского государственного технического университета. Награду передали его ректору Андрею Твардовскому. Раньше у нас таких наград не было. Мы получали благодарности и от Совета Федерации, и от Государственной Думы. Вот благодарность президента. Конечно, я и коллектив ВУЗ очень рады этому событию. Среди награжденных жители Тверской области, создавшие многодетные семьи. Ордена «Родительская слава» удостоены супруги Бирюкова из Беженска. У Николая Алексеевича и Натальи Николаевны четверо сыновей. Мы прожили вместе уже 27 лет. Главное, что любовь, взаимопонимание. Во-первых, объединяют, конечно, дети. Двое сыновей уже старшие, которые совершеннолетние, имеют свои семьи, живут отдельно. Состоялись уже как полноценные люди, граждане нашей страны. Едва ребенка уходят в начальные классы. Все мальчики. Традиционно в этот же день юные жители Верхней Волжи получили свои первые в жизни паспорта из рук губернатора, который также поздравил земляков у достойных почетных отраслевых званий в сферах здравоохранения, образования, экономики, промышленности, культуры, лесного хозяйства, муниципальные службы, торговли и услуг, правопорядка, спорта, а также журналистики.